В эфире новости губернии, в студии Алена Власова. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах. В фестивале уличного кино новые проекты и масштабные события. Представители творческих союзов Самарской области поделились идеями развития культуры в регионе с губернатором Дмитрием Мазаровым. Какую поддержку ожидает ассоциация в плане организации «Досуга», вернувшийся в строй рентген и новый аппарат УЗИ? Глава регионального Минздрава посетил Красноярскую ЦРБ. Как растет уровень оказания медицинской помощи в районах? Расскажем. Сделать мир лучше силой своего таланта – девиз чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Впервые в основном в составе сборной России участники от Самарской области. Что нужно для победы? Представители творческих союзов Самарской области поделились идеями развития культуры в регионе с губернатором Дмитрием Мазаровым. Одна из них – фестиваль уличного кино. Предложения касались и городских пространств, которые можно задействовать для проведения массовых мероприятий. Какие проекты с участием писателей, художников, артистов и музыкантов могут воплотиться в жизнь на улице города? Владимир Маркин расскажет. Культурная жизнь Самарской области каждый год открывает для людей новые имена, знаковые даты. Исторические, спортивные и музыкальные фестивали разворачиваются на карте региона. В малых городах, селах, муниципальных районах. Развлекательный и в то же время просветительский досуг – забота творческих союзов. Ассоциация создана 17 лет назад. В губернии более 15 крупных объединений, работающих в сфере культуры и искусства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил – ассоциации необходима поддержка для дальнейшего развития. Я очень рад, что у нас складывается конструктивное взаимодействие. Очень надеюсь, что оно будет и продолжено. Понимаем, что у творческих союзов многое делается именно на таланте, на энтузиазме. Но понимаем также, что нужна и помощь и поддержка. Ежегодно творческие союзы воплощают множество культурных проектов. К примеру, общественная акция «Благородство» – фестиваль, который всегда был визитной карточкой нашей области – таланты земли Самарской. Представители ассоциации считают, что многие из культурных событий нужно возрождать и продвигать те, что пользуются успехом сейчас. У многих творческих союзов есть знаковые какие-то мероприятия. Например, как союз кинетографистов, международный фестиваль «Кино детям». Это уже проводится все фестивали на протяжении 20 с лишним лет. Большие возможности для проведения крупных фестивалей дает и сам город. В том числе пешеходные в выходные дни улица Куйбышева. К примеру, многие самарские общественные пространства можно использовать для проведения фестивалей уличных фильмов. Глава региона идею поддержал и подчеркнул – это хорошая творческая самореализация для любителей искусства. Надо думать, как это пространство будет жить завтра. Если мы условия дополнительные создаем, такие стимулы для того, чтобы люди творческие могли себя проявить, то, конечно, это будет более востребован. Это будет действительно жить всегда. Полезных идей множество. Например, в следующем году, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, представители творческих союзов планируют возродить проект «Созвездие союзов Самарского региона». Чтобы ассоциация вносила вклад в развитие культурной жизни региона, еще предстоит найти механизмы финансовой поддержки. Владимир Маркин, Тимур Набиев, Александр Дудко. Новости губернии. Непосредственное участие в реализации национального проекта «Культура» на территории региона примет Общественная палата Самарской области. Сегодня ее члены провели заседание, где обсудили направление своей работы. Помощь молодым талантам, теоретическая поддержка учреждений культуры, в том числе для участия в президентских грантах. Сегодняшняя работа заключена все-таки с молодежными театрами, это первое. Второе – это постараться решить вопрос по поводу непрерывности образования наших педагогических кадров именно в сфере культуры. И третий вопрос – это, конечно, все-таки более глубокая проработка цифровизации наших учреждений культуры. Еще одно важное направление работы – взаимодействие с творческими объединениями, а также проведение на территории Самарской области крупных фестивалей. Мы предлагаем, чтобы в Самаре не проходил большой фестиваль, такой крупномасштабный фестиваль, носящий имя Дмитрия Шостаковича. И мы его хотим назвать «Седьмая симфония». Территория опережающего развития Тольятти пополнилась еще одним резидентом. Его заявку одобрила сегодня комиссия во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. Проект предполагает строительство установки по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки. Это высокоэффективное азотное удобрение, которое пользуется повышенным спросом во всем мире. В течение семи лет льготного налогообложения предприятие принесет области и муниципалитету порядка 200 миллионов рублей налогов. Больше 60 рабочих мест будет создано прямых. При этом мы понимаем, что еще дополнительные косвенные рабочие места и временные рабочие места будут создаваться в большом количестве, потому что продукцию, которую будет производить, ее нужно будет упаковывать, перевозить, продавать. Это достаточно большой объем сопутствующих рабочих мест, которые, безусловно, будут создаваться на всей цепочке жизненного цикла этого продукта. Средняя зарплата была озвучена на уровне 50-55 тысяч рублей на этом предприятии. И будут осуществлены инвестиции более 18 миллиардов рублей в реализацию данного проекта. Предприятие будет совместным с итальянским концерном. Это еще один пример успешной инвестиционной политики, благодаря которой партнерами региональных компаний становятся крупнейшие международные организации. В регионе убрана пятая часть озимых. По информации областного Минсельхозпрода, сейчас обмолочено 85 тысяч гектаров. Собрано 160 тысяч тонн зерна при средней урожайности 19 центнеров с гектара. На жатве задействованы сельхозпроизводители 20 районов. 7 северных муниципалитетов вступят в страду в ближайшие дни. На юге области также началась выборочная уборка яровых. Там подошли посевы ячменя и гороха. Всего в этом году предстоит убрать 1 миллион 100 гектаров посевов и зерновых культур. По предварительным прогнозам, воловой урожай ожидается меньше, чем в прошлом году. На юге озимые пострадали от засухи. Там ожидается существенный недобор. На развитие ярового клина также сказались особенности весенней погоды. После жары был возврат холодов. Глава регионального Минздрава с рабочим визитом посетил Красноярскую ЦРБ. Контроль хода ремонта тяжелого медицинского оборудования в центральных районных больницах ведется по поручению губернатора. В этом году в области уже восстановлены 5 компьютерных томографов. Подробности в репортаже Дарьи Зотовой. Компьютерная томография теперь доступна для жителей Красноярского района. Проверить отремонтированный аппарат с рабочим визитом приехал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Компьютерный томограф после замены трубки уже за 3 дня принял 64 пациента. Это один из последних томографов, который нам необходимо отремонтировать в Самарской области таким образом, чтобы все оборудование работало круглосуточно и эффективно. Благодаря наличию в Красноярской ЦРБ высокотехнологичного оборудования, в том числе компьютерного томографа, травмцентр, расположенный на базе больницы, имеет второй уровень. Это означает, что сотрудники могут обеспечивать и оказывать весь спектр медпомощи для пострадавших с множественными травмами, их осложнениями и последствиями. Те больные, которые могут оперироваться на нашей базе, мы оперируем. Как правило, это тяжелые черепно-мозговые травмы. К нам выезжают чаще из больницы Середавина нейрохирурги, оперируют здесь, у нас. У нас могут оперировать и сосудистые хирурги, которые также приезжают по остановиться к нам, и травматологи усиливают свою бригаду. Также был отремонтирован рентген, аппарат который не работал больше года. Финансирование на его восстановление было выделено в соответствии с планом мероприятий, утвержденных главой регионального Минздрава за счет нормированного страхового запаса территориального фунда обязательного медицинского страхования. У нас работало два зала, и где-то, наверное, в марте прошлого года у нас вот этот аппарат вышел из строя, и весь поток людей обслуживал один зал. Прием у нас ежедневный составляет около 100 человек, и все 100 человек в один зал. Это было очень проблемно, люди были очень недовольны. В Красноярской ЦРБ есть не только отремонтированное оборудование, но и новое. Так, в декабре прошлого года появился аппарат УЗИ. Он был закуплен в рамках федеральной программы развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Дарья Зотова, Сергей Александров, Новости губернии, Красноярский район. Два десятка вопросов, реплика и учений. Это общение в режиме онлайн. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин больше часа провел в прямом эфире, отвечая на комментарии пользователей соцсети «Одноклассники». Трансляция из студии телерадиокомпании «Губерния» велась в официальную группу «Самарская область». Посмотреть запись можно там уже сейчас. Пользователи оставляли свои вопросы заранее и писали их во время прямого эфира. Важно, те темы, которые не успели обсудить онлайн, не потеряются. Все вопросы передаются в мобильную приемную, отрабатываются или направляются полномочным ведомством, если они не по адресу. Обсудить удалось немало. Например, министр рассказал о сроках реализации работы на различных участках региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще одна глобальная тема – реализация амбициозных проектов. Есть профицит денег в Дорожном фонде Российской Федерации, и нам предлагают начать реализацию проектов. Есть общение губернатора с федеральными министрами. Удалось в этом году губернатору доказать в Тольятти-Ягодной был проект, была встреча с Акимовым Дмитрием Игоревичем. Сейчас нам выделили деньги 200 миллионов рублей, и в Тольятти-Ягодной реконструируем дорогу, которая будет в увязке с обходом Тольятти с мостом через Волгу. Есть проект, есть деньги. В дальнейшем начинаем вторую очередь фрунзенск мостового перехода, мостовой переход завершаем в этом году, и участок дороги, о чем я говорил, до Южного города, также начинаем его устроить, потому что есть проект. Сегодня на Мостряковских озерах начинает свою работу молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга 2.0. Он проходит в седьмой раз, но в этом году в обновленном виде. На поляне работает наша съемочная группа. Мария Шпакова готова рассказать о подготовке к открытию. 10 стран, 74 региона России, 2000 участников и возможность получить грант до 3 миллионов рублей. Иволга удивляет масштабами. Форум традиционно проходит на Мостряковских озерах. Сейчас идет подготовка к церемонии открытия. Участники уже прибыли на поляну, прошли аккредитацию и размещаются. Все дни работы форума, а это более недели, они будут жить в палаточных лагерях. Но, как сами признаются, походные условия на их прокачку не повлияют. Мне кажется, что атмосфера, благодаря палаткам, очень позитивно скажется на нашем обучении, потому что природа, свежий воздух. Еще с начальной школы очень хотелось попасть, я слышал о нем. В средней школе также появлялось желание, но в конце концов возраст не позволял этого делать. И поэтому, как только мне стукнуло 18 в этом году, я тут же решил поехать сюда, тут же написал проект и мигом примчался. Каждый участник форума относится к определенной так называемой смене, например, культура, спорт, предпринимательство. Всего 10 направлений, в рамках которых и будет проходить насыщенная образовательная программа, встречи с известными людьми, мастер-классы и, главное, защита проектов. И Волга – это не просто молодежная тусовка, это возможность заявить о себе и получить грант на воплощение своей идеи. В этом году любой участник может выиграть до 3 миллионов рублей и реализовать свой проект в течение года. Количество победителей не ограничено, как и сумма до 3 миллионов тоже. То есть это может быть и 100 тысяч, это может быть 200 тысяч, это может быть 3 миллиона. Ну а пока, как мы уже отметили, идет подготовка к открытию форума. Ожидается, что в нем примет участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Церемония состоится на главной сцене Иволге. Мария Шпакова, Роман Апарин, новости губернии с Мострюковских озер. Студентка Тольяттинского колледжа представит Россию на мировом чемпионате WorldSkills. В прошлом году Алина Гатаулин участвовала в отборочных соревнованиях, после чего вошла в сборную страны по компетенции малярной и декоративной работы среди юниоров. Что нужно, чтобы победить на чемпионате профессионального мастерства, узнала Кира Исмаилова. Линии ровные, пятен нет, цвета гармонируют. Сказать, что работа готова, можно только после тщательной проверки. Талант Алины заметили тренеры WorldSkills на региональных соревнованиях в ноябре прошлого года. С тех пор она занимается каждый день. Упорным трудом добилась серьезных результатов. Это первый случай, когда Россию на мировом чемпионате представляет участник юниор. К соревнованиям Алина готовится почти без отдыха. Что мы сейчас делаем на тренировках, отрабатываем плотно каждый модуль, разрабатываем, отчитываем определенное время, которое выделяется на этот модуль, и уже тогда мы сможем составить точный план. На чемпионате нужно выполнить несколько заданий. Оклейка обоев, создание панно с помощью трафарета и декоративных покрытий, колорирование, подбор цветов и поиск точных оттенков. Затем участников ждет самое сложное – перенос чертежа на стенд с помощью линейки, кисти и краски. Судьи оценивают точность линии, чистоту работы и равномерную окраску. Как отмечают преподаватели, соревнования – это всегда своего рода лотерея. Каждый эксперт чертит какое-то изображение, считающее нужным для выполнения. И точно так же путем голосования выбирается один чертеж, который потом все участники в общий старт выполняют. Поэтому это никогда неизвестный чертеж. Мировой этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills пройдет с 22 по 27 августа в Казани. Тренеры отмечают – для победы в своей номинации у Алины есть все шансы. Она креативная, у нее есть художественное видение, она старательная. И она так быстро заразилась этой идеей, и она очень легкая на подъем. Так что нам было не страшно с ней ехать в Санкт-Петербург на отборочные соревнования. Движение WorldSkills призвано повысить популярность рабочих профессий. 2019-й объявлен губернатором Дмитрием Азаровым годом среднего профессионального образования. Значительные средства из областного бюджета направлены и на капитальный ремонт, и на оснащение новым оборудованием колледжей и училищ. Шаги, которые были сделаны в развитии среднего профессионального образования, они сегодня и позволяют достигать тех успехов, которые достигаются в том числе и на национальных чемпионатах WorldSkills. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк. Новости губернии. Тольятти. Девять дней, чтобы заявить о себе. Именно столько остается до окончания приема заявок на третий областной конкурс компании «Достояние губернии». Одно из главных условий попадания в список лауреатов – весомый вклад в развитие родного региона. Предприниматели претендуют на победу в семи номинациях. Промышленность, агропромышленный комплекс, предпринимательство, малый и средний бизнес, бренд региона, торговая марка в категории товары народного потребления, здоровье и красота, гостеприимная губерния, организаторы конкурса телерадиокомпания «Губерния» и общественная палата региона при поддержке правительства Самарской области в составе жюри, министры и известные общественные и политические деятели. Уже 1 августа эксперты приступят к оценке участников. Победители получат эксклюзивное право размещать почетный знак «Достояние губернии» на своей продукции. За все время проведения конкурса его удостоились 22 финалиста. Скачать заявку можно на сайте телерадиокомпании «Губерния». Адрес на ваших экранах. Бронзовые, серебряные и золотые знаки. Более 17 тысяч жителей Самарской области сдали нормы ГТО. Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в регионе активно проводится с 2014 года. За это время участие в нем приняли 76 тысяч человек. Тем, кто стал победителем по итогам 2018-го, вручили почетные знаки. Сегодня комплекс ГТО входит в программу реализации национального проекта «Демография». Павел Баймаков продолжит. Олегу Волкову всего 8 лет, но к труду и обороне школьник уже готов. Это подтверждает его золотой значок ГТО. Чтобы получить такое, нужно было хорошо подтягиваться, быстро бегать и плавать. Я пропул 25 метров за 22 секунды. Во Всероссийском движении не только мальчишки, но и девчонки. Маше Дагаевой 11 лет. Школьница уже освоила азы рукопашного боя. Занимается гимнастикой. После сдачи нормативов ГТО особенно гордится своей прыгучестью, ведь с места в длину прыгает на 170 сантиметров. Спорт дает мне хорошее настроение, здоровье, энергию. Более 17 тысяч жителей Самарской области в прошлом году сдали нормы ГТО. И это не только молодежь. Золотой знак 11-й ступени получил доктор медицинских наук Василий Пятин. Всегда готов к какой-то физической активности, причем серьезной. Я посмотрел вот эти все ступени, которые 11-й, самые верхние, получается. Там результаты в 10 раз я перекрыл. Для меня это было очень банально. Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в регионе активно проводится 2014 года. За это время участие в нем приняли 76 тысяч человек. Благодаря поддержке областного правительства тестовые площадки работали во всех городах и муниципальных районах Самарской области. Всероссийский комплекс ГТО – это одна из составляющих реализации национального проекта темографии и спортнормы жизни. Мы все знаем, что президентом нашей страны Владимир Владимирович Путин, губернатором Самарской области Дмитриевич Мазаровым поставлены достаточно серьезные задачи. Мы должны достигнуть 55% населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом к 2024 году. И вот как ни что лучше этот комплекс подходит к реализации этих достижений. Испытать свои силы и постараться сдать нормы ГТО может любой желающий. Павел Боеваков, Алексей Гриднев, Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниатв.ру. Всего доброго.